Сказки для семьи и детского сада Хрю-хрюси, сын Сумаси Мы с Зиной сидим на полу. Зине пять лет. Она моя двоюродная сестрица. Я работаю над книжкой, говорю я, а ты рисуй. И даю ей фломастер и бумагу. Полминуты тихо, на листочке появляется цветок с точками посередине. Это подсолнух, объясняет Зина, а это Хрю-хрюси. И рисует что-то похожее на табуретку с головой. Кто? Хрю-хрюси! Хрю-хрюси же! А он откуда из мультфильма? Откуда же еще? Возмущается Зина. В самом деле, даже это таких лет и не знать этого мультфильма. А Хрю-хрюси, он ослик что ли? Осторожно спрашиваю я, когда на голове, приделанной к табуретке, появляются глаза, нос и улыбка. Ты что, Хрю-хрюси? Это сын Бабаси. А Бабаси кто? Бабаси сын Сумаси. Еще не легче. А Сумаси-то кто? Ты глупая какая, Таня. Я же говорю, Сумаси, жена Бабаси. И мама Хрю-хрюси, и дочка Зумпуси. А Зумпуси-то кто? Бабушка Хрю-хрюси, и подружка Жумкуси. И еще там был плохой король Караби. Он хотел съесть Сумаси. Она от него убегала через колючие кусты. Объясняет Зина, пририсовывая к табуретке Хрю-хрюси хвост. Боже мой, ну все они. Хрю-хрюси, Бабаси, Сумаси, Кукареси. И другие. Они кто? Люди, собаки, зайцы, лошади. Какая ты, Таня, непонятливая, кричит Зина. Они же львы. Зина просит меня еще и еще перечитывать эту историю, записанную по свежим следам. И каждый раз хохочет до слез. А в конце говорит, какая ты, Таня, смешная.